Добрый день, меня зовут Руслан Косаренко, я иммиграционный партнер компании Stirling Law. Мы Legal 500 фирма, которая занимается иммиграцией, не только иммиграцией, и сегодня мы как раз поговорим об иммиграционных вопросах. И вот моя коллега Оксана Доменчук, один из наших лидирующих адвокатов с наивысшей иммиграционной квалификацией, адвокат уровня 3, специализируется в семейном праве, в правах человека, в корпоративной иммиграции. Сегодня расскажет нам о визе жены, невесты, ну и все любые другие вопросы, которые возникают сейчас у наших сограждан, которые проживают в Великобритании. Я думаю, что очень много вопросов, которые возникают в связи с пандемией и в связи с Брекзитом. То есть вот эти два больших слона в комнате, как мы называем, да, elephant in the room в Англии. Я думаю, что давайте начнем с пандемии, потому что очень много часто сталкиваемся с тем, что люди находятся на furlough, люди, некоторые заявители или спонсоры, которые были self-employed, не получают того дохода, который раньше получали, или получают государственную помощь, гранты. И, конечно же, это все влияет на финансовые требования, удовлетворение финансовых требований для получения спаус-визы, для получения визы партнера. Вот хотел бы, наверное, от имени нашей аудитории, Оксана, сначала спросить, вот какие есть концессии в хом-офисе в связи с коронавирусом вот по удовлетворению этих финансовых требований. И прежде чем, как ты начнешь отвечать на этот вопрос, хочу сказать, что эта вообще тема становится очень-очень важной, популярной, потому что меньше и меньше заявок уже идет по европейским правилам, когда этих всех моментов не нужно было доказывать. Нужно было просто показать, что спонсор работает в Великобритании, и жена, дети, в некоторых случаях даже родители присоединялись по европейским регуляциям, потом это было settled, pre-settled. Переходный период закончился. Теперь все спонсоры, которые проживают в Великобритании, еще не успели привезти сюда своих жен, детей и так далее, они приравнялись к британцам. Соответственно, они уже идут по британским иммиграционным правилам. Ужаснейшая, плохая, наихудшая новость заключается в том, что приходится теперь платить вот эти вот баснословные цены за хом-офисные фи, НХС. Ну и тоже плохая новость заключается в том, что приходится удовлетворять вот эти драконовские иммиграционные правила, ну и в частности вот эти финансовые financial requirements. Итак, вопрос, Оксан, если вот человек находится на furlough, я говорю сейчас о спонсорах, которые хотят сюда привезти жену и детей. Проходит ли furlough, как поступать в этой ситуации? Если, например, furlough 80% и человек не удовлетворяет 18 600 в год. И если человек спонсор, опять-таки self-employed, доходы упали и получают гранты от государства. Можно ли удовлетворить финансовые требования? Всем здравствуйте, спасибо, что вы нас смотрите, что вы нас слушаете. У меня, на самом деле, Руслан, хорошие новости. Я полагаю, что в связи с братью, там хорошая новость в том, что те, кто ранее были замужем за европейскими гражданами, они, тем не менее, могут привезти своих детей, своих супруг и так далее, несмотря на хомофисные высокие оплаты и тому подобное. Возвращаясь к вопросу по поводу тех, кто на furlough, то, да, хомофис сделал апдейт по своим полосе в связи с финансовыми требованиями. То есть изначально, вкратце упомяну, что когда вы подаете по Appendix FM, а мы сейчас разговариваем про Appendix FM, то есть Family Migration, семейная миграция, виза супруга или супруги, то вы должны удовлетворить годовой доход 18 600. Тут, соответственно, вы можете ссылаться на ваш доход, который вы имели до 27 марта 2020 года, в зависимости от дивидуальной ситуации. Если же вы self-employed, если вы закрывали годовой отчет в этом году, смотря от того, какая у вас сумма, если же сумма ниже, тогда вы можете возвращаться еще на один год, то есть на 19-й. Поэтому ответ положительный, что да, вы можете ссылаться, и даже когда вы на furlough, но разбираться, пройдете ли вы по этой категории, нужно индивидуально, поэтому если у кого-то такая ситуация сложилась, мы будем рады просмотреть, пообщаться и ответить. Хорошо, Оксана, спасибо большое. Тогда у нас следующий вопрос. Мы сразу начали с таких более специфичных случаев. Наверное, расскажите, пожалуйста, есть ли какая-то разница в сложности подачи между employed и self-employed? Есть ли какие-то моменты? Спасибо, Анастасия. Да, совершенно верно. Разница есть, разница огромная, потому что для той категории, то есть мы говорим сейчас о спонсоре, человек, который мы называем спонсор, это супруг или супруга, у которого есть британское гражданство, или же постоянное место жительства, или же subtle status, или же pre-sattled status. То есть если этот человек, физическое лицо, работает на компании как employed, если он проработал более 6 месяцев на эту компанию, здесь довольно-таки несложное заявление, то есть вы показываете 6 месяцев после липы, вы показываете банковские счета за последние 6 месяцев до подачи и письмо от работодателя. Проблема возникает и очень много разных нюансов, когда спонсор работает на себя или self-employed. Категория довольно-таки строгие правила со стороны home office, и я хочу заметить то, что есть такое понятие, словосочетание как specified evidence, что имеет в виду home office. Это точно конкретное подтверждение документальной работы вашего мужа или супруги. В связи с self-employed категорией список довольно-таки длинный, и зависит от того, вы работаете только на себя, или вы являетесь директором компании. Если же вы являетесь директором компании, возникает еще больше проблем, еще нужно больше документов. Что именно? Например, если человек директор компании, он, соответственно, показывает не только свои налоги, свои годовые отчеты, а также и корпоративные налоги, уплатил и он. Соответственно, если человек получает дивиденды, то есть нужно получить отчет по вашим дивидендам в 12 месяцев, даже если вы предоставляете какую-то часть этих документов, но вы забыли или по незнанию вы пропустили один банковский счет, или один invoice, или один дивиденд, то заявление у вас будет отказ. Поэтому здесь нужно очень подходить технически, понимать все, что вам нужно, скрупулезно и желательно проявлять с юристами или прочитать правила тогда. Поэтому разница огромная. Когда вы self-employed, тогда намного больше документов вам нужно, если директор компании, тогда еще больше. Оксана, вот и по financial requirements давай продолжим, потому что это самая такая важная тема, мне кажется, при подаче на spouse visa или на присоединение детей. Вот что делать, если несмотря на всю помощь по furlough и по вот этим грантам для self-employed, и несмотря на те концессии, которые ты озвучила, вот пара не удовлетворяет финансовые требования. Мы знаем, что есть возможность показать сбережения, например, по-моему, 62 500 фунтов нужно показать на сбережениях, тогда не нужно доказывать работу и доход. Можно также продать, например, недвижимость и показать эти деньги, не обязательно дать по новым правилам 6 месяцев, как раньше они это просили. Ну а вот что делать, если все-таки нет возможности? Есть ли исключения из правил, при которых Home Office может рассмотреть заявку, если не удовлетворяется финансовое требование по visa? Да, хорошая новость, исключение из правил есть всегда. Соответственно, есть определенные случаи, если вы удовлетворяете эти критерии, когда третьи лица могут вам предоставлять свой доход. То есть что имеется в виду третье лицо? В большинстве случаев это ваши родители, ваши родственники, дедушки, бабушки и так далее, то есть ваши кровные родственники в основном. Когда вы можете ссылаться, то есть вы можете ссылаться на доход от третьего лица тогда, когда у вас есть исключительные обстоятельства или exceptional circumstances, и когда ваш отказ со стороны Home Office вовлечет очень серьезные потери для вас, или английским тогда unjustifiable harsh consequences. Как правило, очень здесь более популярно есть, когда вовлечены дети, особенно дети до 18 лет, особенно если это дети британцы, потому что интересы детей, мы не забываем, что когда Home Office приносит свое решение, оно имеет напрямую влияние и на вас, и на вашего мужа, и также на вашего ребенка, если у вас есть дети. Поэтому здесь есть возможность ссылаться на третье лицо, но опять же таки, нужно просматривать индивидуально, проанализовать почему, за какой период вы не можете удовлетворять, что у вас изменилось и так далее. Но выход есть, то есть исключение есть, на него можно ссылаться. Спасибо большое, Оксана, очень-очень познавательно, очень подробно. Конечно же, информацию о spouse визах и Dependence можно найти в интернете, на Go.UK, на наших ресурсах. Поэтому сегодня концентрируемся на таких сложных случаях, вот именно когда отказы действительно происходят. Или когда клиенты действительно не могут, или им сложно найти выход, чтобы удовлетворить какие-то требования. Вот один из вопросов, который очень часто задают, английский язык. Вот, например, муж, особенно, ну извините за сексизм какой-то, ну вот очень часто, что если спонсор британка и хочет присоединить мужа, ну муж вот не может, он выучит этот английский язык, он старается, но вот не может. Вот особенно в случаях, даже если есть, например, дети. Вот есть ли исключение из правил по английскому языку? И вообще какое правило? И где вообще сдавать это? Вообще в общем, расскажи, пожалуйста, об этой ситуации. Спасибо. То есть английский язык у нас нужно показать, что вы знаете базовый начальный уровень, уровень А1. Это для тех, кто планирует сдавать экзамены. Если уже у вас есть образование в Великобритании и диплом бакалавра, магистра или доктора, тогда вы ссылаетесь на эти документы. Если вы проживали в англоязычных странах, у вас есть гражданство этих стран, соответственно, ссылаетесь. Также не нужно сдавать экзамен. Но это нужно базовый уровень А1. Есть ли исключение из правил не сдавать он английский. То есть исключение опять же таки есть. Зависит от возраста заявителя. Поэтому если вы старше 65, тогда не нужно сдавать. Если же у вас есть какие-то медицинские показатели, которые препятствуют тому, чтобы вы могли сдать экзамен, тогда вы, соответственно, показываете медицинскую справку. Вы ссылаетесь на этот момент. Есть отдельная опция, которая в принципе не рекомендуется. Она существует. Если вы хотите получить свое постоянное местожительство через 10 лет после проживания на этой визе. То есть потенциально тогда вы можете выбирать эту категорию. Потому что стандартный маршрут, когда вы проживаете на спауз-визе 5 лет, после 5 лет вы можете получить постоянное местожительство. Но английский нужно сдать. Если же нет, тогда вы можете рассмотреть потенциально 10-летний маршрут. Но я хочу заметить, что большинство клиентов, они в принципе довольно-таки хорошо сдают А1, потому что требования не очень сложные. Поэтому даже если вы владеете языком не свободно, как вы считаете, советую попробовать. У нас как раз вопрос из аудитории. Когда сдается А2? А2 сдается на ваше второе заявление, на продление. То есть первое заявление А1, продление А2. Ну, под продлением ты имеешь в виду ПМЖ? Нет, продление вашей... То есть мы получаем изначально первая виза, выдается на 2,5 года. Продлеваем ее еще один раз на 2,5 года. То есть когда мы подаем на нашу вторую визу продление, мы сдаем на А2. После 5 лет проживания на этой категории мы подаем на постоянное место жительства, и тогда английский нужно сдать на П1. То есть вот каждое продление подразумевает поднятие на одну ступеньку. Вот таком офис мотивирует ассимиляцию, интеграцию в британское общество. Есть вот вопрос еще, где сдавать эти экзамены в Украине? В Украине это аутс-тест, и мы можем разместить эту информацию, мне кажется, в public access on Facebook, потому что есть центр, который одобрен home office, поэтому эту информацию сможем предоставить, чтобы вы могли скопировать линк и бронировать экзамен, когда вам нужно. Оксан, спасибо большое. Я еще думала, может, вы поделитесь опытом по поводу, вот мы упомянули, что на английском очень часто, на финансовых requirements очень часто люди не могут их meet, чтобы податься. Какие-то, может быть, еще есть подводные камни, о которых люди не знают и часто ошибаются, что приводят к отказам. Спасибо. Я хотела бы заметить очень серьезный момент, когда вы подаете заявление для детей от ваших предыдущих браков, несовершеннолетние дети до 18 лет от предыдущих браков. Категория довольно-таки много-много клиентов, заприкантов, которые подают сами, они заблуждаются, полагая, что ребенок имеет право получить эту визу, то же, что и мама, без особых проблем. К сожалению, это не так, как работают миграционные правила. И здесь, если биологический отец ребенка жив, несмотря на то, что он проживает в другой стране, у него есть другая семья, другие дети, и он на самом деле не принимает участие в воспитании ребенка, чтобы ваше заявление было успешным, вам нужно показать достаточно много подтверждения, то, что у вас полное опекунство. Словами Home Office это sole responsibility. Это та категория, которая имеет отказы в процентном соотношении выше 50%. Что именно Home Office хотел бы увидеть? Они хотят знать, что вы единственный человек, который принимает главные решения в жизни вашего ребенка. Хотя на самом деле это бывает так, но довольно-таки сложно доказать, что именно они имеют в виду. То есть, изначально, первый документ, если есть возможность, после вашего бракоразводного процесса, если есть прописано, что ребенок проживает с вами, это, конечно, уже плюс, это дополнение, это усиление для вашего дела. Если же документа нет, тогда вам нужно очень постараться. Вам нужно общаться с учителями, с врачами, то есть, если есть местные поликлиники, куда выводите ребенка очень часто и так далее, вам нужно собирать письма, рекомендации, которые подтверждают, что вы тот единственный родитель, который всегда в контакте, который интересуется, который вот именно main point of contact, то есть, ваш телефон всегда с ними, они всегда вам звонят и так далее, и так далее. Документов нужно очень много, и поэтому здесь, если вы подаете на эту категорию, желательно проконсультироваться, посоветоваться с нами или же с другими, потому что, на самом деле, это основная причина отказа. Большинство заблуждают, считают, что соу-респонсобилователь это автоматически, потому что мы не живем вместе, мы развелись и так далее. Скажем так, когда у вас биологического отца нету в жилой, к сожалению, у вас есть лица о смерти, тогда здесь доказывать уже, в принципе, ничего не нужно, хом-офис понимает, что да, биологический отец не присутствует в жизни ребенка. Ну, такие ситуации намного реже, чем действительно дети от первого брака. И вот на прошлой неделе, Оксан, ты взяла апелляцию, когда клиентка пришла и сказала, а мне на Фейсбуке вот сказали, что ребенок получает автоматически с мамой. Ну, во-первых, нашим служителям, зрителям хочу сказать, что диванные советники на Фейсбуке не знают правил, и если это звучит логично, это не значит, что это так. Ты абсолютно правильно заметила, что отказы по соу-респонсобилити именно детям от первых браков превышают 50% именно из-за того, что мама не предоставлена документы и следует совету людей, которые в этом не разбираются. К сожалению, бывают случаи такие неприятные, потому что апелляции длятся очень долго. Это могут быть месяцы, это может быть и 6 месяцев, и 9 месяцев, и у мамы такой выбор. Либо самой въезжать и оставлять ребенка с кем-то, с бабушками, дедушками, либо ждать апелляции ребенка, а, соответственно, ее виза уже начала отсчет. И, соответственно, она потом, через 5 лет, не может получать ПМЖ, ей нужно будет еще раз продлевать. То есть это катастрофические последствия, которые могли бы быть предотвращены, если бы человек получил консультацию от квалифицированного юриста, сэкономив при этом не только деньги, а все эти негативные последствия, с которыми потом люди сталкиваются. Еще хочу по вот этой же теме, solar responsibility, по детям, заметить, что у некоторых есть такое впечатление, что вот, если есть разрешение от отца, этого достаточно. Вот отец дал разрешение на вывоз ребенка за границу. И уверенно делаем такую заявку. Сумасшествие полное, потому что не только этого документа не хватает, как мы уже только что сказали, а он делает ситуацию хуже, потому что этим вы демонстрируете, что отец в контакте, вы у него спрашиваете разрешение на вывоз ребенка. И, соответственно, визовый офицер моментально ставит отказ на знание того, что у ребенка есть биологический отец в стране происхождения и нет никаких обстоятельств исключительных, почему ребенок должен ехать с вами. Люди об этом, к сожалению, не знают. То есть, такие вот нюансы, технические нюансы, они, конечно же, только доступны адвокатам. И, соответственно, при таких судьбоносных решениях обязательно нужно обращаться к профессионалам, таким как Оксана, таким как другие профессионалы в нашей команде. Большое спасибо за такое подробное объяснение Soul Responsibility, Оксан. Какие есть еще подводные камни вот при получении Spouse Visa? Может быть, поговорим про пандемию, можно ли менять статус внутри страны? Очень такой важный вопрос. Как получить визу невесты, может быть, чтобы приехать и выйти замуж здесь? Тоже очень много волнует. Да, я, соответственно, я также, мы не очень много говорили о категории Unbarred Partners, то есть неженатый партнер, то есть я вкратце остановлюсь на этой категории, потому что также часть Spouse Visa, то есть если вы еще не в браке, но вы проживаете два года вместе, тогда вы также подаете на эту визу. Что нужно знать, что если у вас отношения на расстоянии, вы проживаете в разных странах, то вам тогда нужно рассмотреть как засочную визу невесты, которая позволяет вам прилететь к вашему партнеру в Великобританию, начать продолжать ваши отношения и узаконить, то есть выйти замуж или жениться на территории Великобритании. Виза Fiance, она позволяет вам перейти на Spouse Visa внутри страны, что хорошо. Вы также должны предоставить те же документы, которые для Spouse Visa, то есть удовлетворение финансовых требований, отношения, relationship, английский и тому подобное. Но преимущество и главный плюс это то, что с Fiance Visa, с визы невесты вы можете перейти на визу супруги, Spouse Visa внутри Великобритании. То есть подводные капли, что еще существует? Ну, как правило, я вернусь чуть-чуть в то, что мы уже упоминали по поводу Self-Incloid. То есть это, в принципе, та категория, которая чаще всего по сравнению с Self-Sponsibility имеет процентность в отказах. Что именно бывает? То есть когда у вас есть все годовые отчеты, у вас есть все банковские счета, все инвойсы и так далее, но ваш бухгалтер, к сожалению, тоже будет отказ. То есть это огромное разочарование, когда вы заработали нужную сумму, вы забрали нужный документ, вы предоставили, вы заплатили хомофисную пошлину, вы сдали на основании того, что ваш бухгалтер не имеет той лицензии, которую принимает хомофис. Очень многие клиенты, мне кажется, об этом не задумываются, не перепроверяют и не знают. То есть это очень важно для того, чтобы пока вы не подали, перепроверяйте лицензию адвоката, совпадает ли она с теми требованиями, которые возникает хомофис. По поводу FIONS-визы, мы упомянули, есть виза невесты, но еще альтернатива FIONS-виза, есть виза визитера для брака, то есть она называется Marriage Visits Visa, которая также дает возможность прилететь в Великобританию на 6 месяцев, узаконить свои отношения, но разница в том, что вы можете выйти замуж, но вам нужно подавать на вашу долгосрочную визу SPAUS за пределами Великобритании. Что хочу упомянуть по поводу карантина, ковида и изменений в некоторых правилах, то есть что хомофис огласил. на данный момент, если вам, у вас есть причины, почему вы не можете покинуть Великобританию, а что имеется в виду, то есть вы, скажем, вы с Россией, у вас аэрофлот до 12 марта не продает билетов, у вас виза заканчивается 9-го, у меня только что была такая клиентка, поэтому мы, соответственно, уведомили хомофис, мы попросили exceptional assurance, то есть продление, другими словами, ее визы, потому что она не в состоянии сейчас покинуть страну, и это не ее вина, это не в ее контроле, то есть это не ее для силы что-то изменить. Соответственно, она является супругой окружающей на Великобритании, которая удовлетворяет все другие требования, поэтому они будут переходить на визу супруги, спаус, внутри Великобритании. Хочу также заметить, что в связи с ковидом и с локдауном эти моменты, когда вам разрешают переходить внутри страны, они очень часто меняются, поэтому смотря от того, когда вы будете подавать, то есть когда вы уже готовы, когда вы уже женились, когда у вас закончился финансовый год, когда у вас есть финансовые все документы, то есть тогда нужно еще раз уточнять, можете ли вы перейти на визу внутри страны, потому что да, на данный момент в ближайшие несколько дней вы еще сможете перейти, но возможно в будущем это изменится, поэтому нужно перепроверять на момент подачи. Хорошо, Оксана, спасибо большое. Вы как раз упомянули, что много индивидуальных моментов бывает. Я вот хотела у вас спросить, какая, допустим, мы оставили ваши контакты, ваш email в комментариях, что нужно людям указывать о себе, какую информацию вам предоставлять, чтобы вы не тратили время, чтобы вы могли сразу сказать, ответить на вопрос, может ли человек податься на визу супруги, то есть возможно доход, возможно язык, возможно где находится. Ну, наверное, имя, фамилия, гражданство партнера, то есть это у нас settled status или pre-settled, это у нас постоянное место жительства или британское гражданство, заняты с партнера, то есть человек работает как employed, self-employed, если он с ним self-employed, возможно, он еще и директор, возможно, это человек пенсионного возраста, то есть у него может быть пенсия частная или государственная, то есть даже некоторые клиенты в 40-45 лет, они уже на пенсии, то есть вот именно краткую информацию о самозанятости партнера, ну и, соответственно, вы уже в браке или только собираетесь, наверное, это базовая информация, которой будет достаточно. Хорошо, спасибо. Руслан, у вас еще есть вопросы? Может быть, у нас, дело в том, что ограниченное время, естественно, для таких вебинаров, такие долгие дискуссии мы в основном проводим на Clubhouse, обязательно подписывайтесь, следите за нами, там мы можем часами обсуждать это все дискуссия, потому что это очень другой формат и более удобно, не нужно пересидеть перед камерой, поэтому обращайтесь, пожалуйста, напрямую к нам со своими вопросами, может быть, мы дадим возможность ответить на вопросы из аудитории, Анастасия, может быть, ты будешь зачитывать вопросы, и, Оксана, чтобы отблагодарить всех присутствующих за ее время сегодня, давайте ответим все-таки, сконцентрируемся на их вопросы, чем будем навязывать свой контент. Да, конечно, мы перекрыли большую часть вопросов касательно языка, как мы сказали, вам нужно будет сдавать в Украине в специализированных центрах, то есть, как Оксана упомянула, IELTS-центры, мы ответили на вопрос, когда, на какой уровень сдавать нужно, у нас достаточно такой специфичный вопрос, наверное, последний, на который успеем ответить сегодня, ситуация такая, есть виза невесты, брак будет заключен в Англии, как быть дальше, как и когда менять фамилию в документах, и как скоро нужно получить визу жены? Я уточняю то, что виза невесты, человек имеет фиенсы виза, потому что, даже когда выдают marriage visa, большинство клиентов называют ее визой невесты так же, то есть, фиенсы виза, та, которую вы оплатили, вы в хоум-офис 1523, если это, это виза, тогда вы можете перейти на визу супруги внутри страны в любое время, как только вы поженились, на следующий день вы можете подать заявление онлайн, потом, соответственно, вы предоставляете онлайн сканированные документы, сдаете отпечатки пальцев, сможете подавать, поэтому ответ внутри страны, если это та виза, о которой я сейчас упоминаю, ну и, соответственно, готовиться по документам, если, например, вы обращаетесь к нам, мы желательно хотя бы недели 3-4, для того, чтобы вам дали подробный список, потому что, что очень важно в этой визе, то есть мы вам даем подробный список, вы нам предоставляете документы, как правило, всегда что-то, чего-то не достает, то есть что-то нужно исправлять, если, например, у вас письма знакомых, друзей, подтверждающие ваши отношения, что-то нужно дополнять, поэтому вам нужно время для того, чтобы качественно готовить документы, то есть 3-4 недели это оптимально для того, чтобы вас подготовить, подать. По срокам ожидания решений сейчас, то есть раньше, до времен COVID-19 было около 8 недель, сейчас это до максимума, или до 6 месяцев, но, опять же таки, если у вас идет переход с одной визы на другую, Кум офис пытается максимально быстро рассматривать, максимально это в сравнении вот именно время карантина, поэтому около 3-4 месяцев вы сможете получить свое решение. Спасибо, очень детальный ответ, Оксана. А все-таки, если это виза невесты, которая вот виза to get married, visitor visa, можно сейчас, в период пандемии, воспользоваться какими-то концессиями, исключениями в правилах хом офиса и все-таки не выезжать в родную страну, особенно если ситуация с вирусом в стране происхождения серьезная, есть очень большие disruptions в перелетах, нет прямых рейсов, вот возможно ли вне правил подать на переход и не только, в принципе, от финансия визы, если человек здесь на визитерской визе находится, под другим каким-то правилом, можно ли перейти на спарс-визе? Теоретически, потенциально, да, но вам нужно вопрос, ответ на этот вопрос зависит от того, от дня, когда вы будете спрашивать, если вы спрашиваете мне сегодня, я говорю да, потому что до 12 апреля, то есть здесь потенциально вы еще можете оставаться, но следующий, хом офис, потому что таких запросов было очень много за последние 12 месяцев у офиса начинает более строже подходить к этим заявкам, поэтому они требуют подтверждения того, что, например, в страну, с которой вы прилетели, нет возможности купить билет, или вам билет отменили, или что-то еще, или у вас сейчас ковид, вы болеете, то есть вам нужно прикладывать тест, или вы переболели, но вы самое, то есть если у вас есть объяснение, тогда да, перейти можно. Я хочу также вернуться к предыдущему вопросу, человек Эмиль спрашивает по поводу, когда менять фамилию. Смотрите, Эмиль, когда меняете фамилию, то есть Home Office выдает визу по той фамилии, которая в паспорте, поэтому если ваша невеста выходит замуж, меняет свою фамилию, соответственно, меняет паспорт, тогда вы подаете на визу супруге, но это занимает некоторое время, то есть Home Office выдаст визу на то имя, которое у вас есть в паспорте у вашей супруги. Хорошо, Оксана, спасибо большое, наверное, Эмилия, спасибо за ваш вопрос. Последний вопрос, это можно ли выйти замуж за партнера, у которого приседл статус остаться в стране? Кажется, упомянули уже, возможно, человек просто пропустил нас. Да, те же самые правила, то есть у нас семейная миграция по индексу ФМ, поэтому да, можно выходить замуж, подавать на спауз визу и удовлетворяйте все другие требования. Оксана, о грустном есть время поговорить, Анастасия? Ну, я думаю, пару минут еще буквально можем уделить. Да, ну, грустное заключается в том, что все-таки 50% браков по официальной статистике в Англии распадаются, к сожалению, иногда таки, иногда браки распадаются враждебно, с различными последствиями для человека, у которого есть виза, то есть от domestic violence до репорта в home office, даже если посмотреть, сколько иммигрантов приезжает в Великобританию каждый год и сколько иммигрантов попадает потом на ПМЖ, в цифрах можно увидеть разницу, что очень много людей не доходит до постоянного видножительства. Оксана, вот такой конкретный вопрос после моего такого грустного интродакшена, что делать, если вот человек на спауз визе и вот отношения закончились, вот все, приплыли? Да, выход есть всегда, я более того скажу, у меня недавно была клиентка, которой мы подали на визу невесты, которая прилетела, прожила два месяца с молодым человеком и они разошлись, то есть до спауз визы даже не дошло, поэтому, к сожалению, да, эта жизнь случается, но выход есть всегда, то есть если у вас виза жены и вы разошлись со своим мужем или в процессе развода, у вас есть 60 дней перейти на другую категорию, то есть два месяца полных для того, чтобы решить, чем вы хотели заниматься и поскольку вы уже внутри здесь в Великобритании, возможно, у вас есть какие-то опции для вы хотели бы учиться дальше, вы хотели бы развиваться, вы хотели бы работать на себя и создавать свой бизнес, у вас есть хорошие инновационные идеи, которые вы хотели воплощать в жизнь, то есть здесь очень-очень разная опция, смотря от того, что ближе к вам, то есть, скажем, если у вас есть хорошее портфолио или достаточно серьезный опыт работы в странах других, кроме Великобритании, возможно, вы можете подавать на визу таланта, у вас есть потенциал, чтобы стать лидером в своей области, поэтому возможности есть, вам дается для этого два месяца, то есть 60 календарных дней для того, чтобы перейти на другую визу, в другую категорию, подать на нее. Отлично, отлично, спасибо. И, ну, сейчас, конечно же, начнется, а вот это невозможно, на какую визу мне переходить, хочу сказать, что новые правила разрешают переход внутри страны на очень много категорий виз, начиная от skilled worker, заканчивая global talent, инноватор, стартап, фентековские визы, все, что угодно. И раньше нужно было выезжать из Англии, чтобы подать на point-based system визу, сейчас там можно делать внутри страны, правила это разрешают. Конечно же, если вы живете в Великобритании замужем или женаты, и вы работаете, первым делом, если у вас случилась такая ситуация, вы можете спросить своего работодателя, может ли он выдать вам сертификат о спонсорстве на skilled worker. К счастью, сейчас это намного легче, чем год назад. Специально переименовали эту визу, это уже не называется TR2, и вместе с переименованием произошли изменения в лучшую сторону для наших клиентов, потому что эти визы стали очень доступными. У многих работодателей появляется либо уже есть спонсорская лицензия, потому что без нее уже никак, даже европейцев нельзя нанимать на работу без такой спонсорской лицензии. И, соответственно, это не безвыходные ситуации. Во-первых, это переход на другую визу, во-вторых, это domestic violence, в-третьих, может быть, у вас будут какие-то другие отношения. Поэтому всегда обращайтесь, всегда будем искать выходы из таких ситуаций. Но давайте не будем о грустном, все-таки мы говорим о визе жены, невесты, все-таки the future is bright, the future is orange. Поэтому давайте все-таки на такой ноте мы закончим наш сегодняшний вебинар. Оксана, большое тебе огромное спасибо за то, что поделилась своим wealth of knowledge. У тебя, по-моему, семь или восемь лет практики в этой области, в области прав человека, в области защиты женщины и детей против иммиграционных властей и беспредела. Не побоюсь этого сказать, потому что иногда действительно хумовься делать такие беспредельные решения. И спасибо большое, Анастасия, наш маркетинг-менеджер, за организацию и надеюсь, что к нам будут подписываться, следить за нами. Мы всегда на страже правопорядка, защищая ваши интересы. Большое спасибо, что нашли сегодня время. Всем пока. Спасибо большое, Оксана Руслан. Хотела добавить, что Оксана, как Руслан сказал, занимается не только спаус-визами, поэтому если у вас возник вопрос по глобал-талантам, спонсорская лицензия, также будем рады вам помочь, обращайтесь к нам. Спасибо. Спасибо. До свидания.